Привет! Вы на канале «Жизнь звёзд». Лимбит родился летом 1947 года в посёлке Койру в Центральной Эстонии. Родители были сибирскими эстонцами, вернувшимися на родину людьми, далёкие от искусства. Отец Лимбита являлся профсоюзным деятелем, мать Шевьёй. Мальчика назвали в честь национального героя Эстонии. В 19 лет юноша окончил Таллиннскую среднюю школу номер 7, а ещё через 4 года актёрский факультет консерватории, находящийся в столице Эстонии. На выбор жизненного пути повлиял бывший одноклассник Лимбита, уже служивший в театре. В юности Ульфсак пел музыкальным трио «Любовь». Начиная с первого появления на экране, в роли юного Володи Мюллера в «Повести о чекисте». Ульфсак играл в кино преимущественно персонажей нерусской национальности – прибалтов, немцев, поляков, французов и англичан. Однако в своей последней ленте с символическим названием «Вечный путь», рассказывающей о нелёгкой судьбе финнов в 20 веке, актёр исполнил небольшую роль Новикова. На рубеже 80-90-х годов 20 века Лимбит Юханович снял две картины как режиссёр. Фильмы получились удачными, но Ульфсак понял, что не любит командовать людьми и больше эксперимент не повторял. Особое место в фильмографии Ульфсака занимает мюзикл «Мэри Поппинс. До свидания», снятый Леонидом Квинихидзе в 1983 году, в котором эстонец сыграл напоминающего Джона Леонна дядюшку подопечных чудесной няни. Шлягер «Тридцать три коровы» стал музыкальной визитной карточкой актёра, а ведь в фильме «Квинихидзе» Лимбит только шевелил губами в такт песни, исполненной Павлом Смеяном. На роль Тиля Уленшпигеля в одноимённом фильме «Кроме Ульфсака» претендовали актёры Олег Даль и Александр Абдулов. Но постановщик картины Владимир Наумов выбрал Лимбита за его нерусскость, и эстонский актёр после премьеры ленты стал узнаваемой персоной на всём советском пространстве. Лимбит Ульфсак и Александр Абдулов – красивые мужчины высокого роста, похожие, как свидетельствуют фото, как два родных брата, встретились на съёмках фильма Станислава Говорухина в поисках капитана Гранта, но обоих в ленте было трудно узнать. Эстонцы загримировали под чудаковатого естествоиспытателя Жака Паганеля, а москвича под главного охотника за золотом Боба Дегтя. Через 30 лет после съёмок картины о поисках капитана Станислав Говорухин вновь пригласил Лимбита Ульфсака участвовать в своём фильме. На этот раз режиссёр снимал ленту «Конец прекрасной эпохи» по мотивам довлатовского компромисса, в которой главную роль исполнил молодой актёр Иван Колесников. В интервью данным Ульфсаком незадолго до смерти актёр сказал, что Станислав Говорухин в молодости увёл у него невесту Галину, работавшую на Одесской киностудии. По-видимому, речь шла о второй супруге режиссёра, Галине и Борисовне. В дальнейшем личная жизнь актёра протекала без больших потрясений. Лимбит дважды вступал в брак, и у него трое взрослых детей. Первый семейный союз с танцовщицей кардобалета подарил Ульфсаку сына, названного в честь отца актёра. Юхан Ульфсак известный в Эстонии артист, продюсер и режиссёр. Со второй женой, страховым агентом по имени Эб, Лимбит познакомился на улице и прожил в браке 37 лет, до своей кончины. Ульфсаке вырастили двух дочерей – хинокритика Марию и художницу Йохану. Лимбит Ульфсак скончался в 2017 году в день весеннего равноденствия, не дожив три месяца до 70-летнего юбилея. Лимбит Ульфсак сыграл в кино свыше 100 ролей, но оставался скромным человеком, считающим творением своих детей. Отцом в профессии актёр называл Евгения Леонова, с которым познакомился на съёмках «Легенда о Тиле». Артист смог прожить жизнь без скандалов и участия в политических дрязгах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!